Продолжение следует... И что самое главное, в тот же вечер, в какой респект между ними произошла драка. После драки, примерно где-то через 2 часа в час ночи, тело было обнаружено во дворе у дома, во дворе дома, где жил Искандеров Сакен. Более того, трое тело было обнаружено самим Искандерем Сакеном. В данный момент следствием обрабатывается версия, что мой муж сам упал во дворе у Искандера Сакена, что повлекло смерть по неосторожности. И что Искандер Сакен случайно обнаружил тело и вызвал полицию. После таких показаний его отпустили. И в данный момент убийца моего мужа находится на свободе. Хотя на теле мужа было обнаружено множество синяков и ссадин. Также хочу заявить, что со стороны правоохранительных органов не было своевременного оповещения о смерти моего мужа. И даже на сегодняшний день не был произведен опрос близких, родных со стороны сотрудников полиции Заводского РУВД по данному делу. Хочу заявить, что Искандер Сакен является близким родственником генерального директора ТО Касбасфат Искандерова Мукаша, который также является депутатом областного масляхата Жамбольской области. По этой причине ведется необъективное расследование, так как его дядя является очень влиятельным человеком в городе Тарас. Помогите, пожалуйста, добиться правосудия и справедливости. До каких пор будет продолжаться этот беспредел в нашей стране за высокопоставленных лиц и их родственников? Прошу помочь наказать убийцу моего мужа по всей справедливости закона, ведь у него остались трое детей и пожилые родители, которые были у него на попечении. Продолжение следует... Продолжение следует...